Крупный морской транспортно-логистический кластер создадут на базе портов Октау и Курык в Мангистауской области. Это позволит нарастить контейнерные мощности, развить терминалы по перевалке грузов и логистику международных перевозок. Проект реализует по поручению президента страны. Порт Курык – это транскаспийский коридор до Азербайджана для перевозки контейнерных грузов. Только в прошлом году объем транспортировок и различных грузов превысил 2 миллиона тонн. С начала этого года из порта отправили порядка 700 тысяч тонн. Это нефть, металл и зерно. В ближайшее время в акватории порта Курык начнут углублять дно. А в порту Октау строить контейнерный хаб. Стоимость этого проекта – 43,5 миллиарда тенге. В настоящее время определена компания, которая займется дноуглубительными работами. Начнут их в июне и проведут на акватории всего порта. Это позволит создать пять дополнительных причалов. Кроме этого, в порту Курык до конца года планируют запустить новый терминал. Это позволит хранить и отгружать до миллиона тонн зерна в год. Строительство контейнерного хаба в морском порту Октау завершат к концу следующего года. Стоимость проекта – 43,5 миллиарда тенге. В настоящее время идут корпоративные процедуры по созданию совместного предприятия с партнерами, с потенциальными инвесторами в лице морского порта Октау, китайских партнеров и мультимодальной логистической компании КТЖ-экспресс. В настоящий момент все идет согласно графику. В Армении растет число заболевших корью. Эксперты говорят, вспышка крупная, но об эпидемии речи не идет. Врачи делают все возможное, чтобы остановить распространение болезни. Корь тяжелее проходит у тех, кто не сделал прививку, и людей со слабым иммунитетом. Сложнее всего пациентам с хроническими заболеваниями. В последний раз такая вспышка была в 2003 году и продлилась три года. Эксперты прогнозируют ту же картину и в этот раз. Чтобы улучшить ситуацию, эксперты проводят курсы для врачей, информируют население – вакцины в стране достаточно. Бесплатную прививку можно сделать в поликлинике. Нужно сказать, что вспышка кори зафиксирована не только в Армении. Такая тенденция наблюдается во всем мире. Например, из 53 европейских стран в 40 – высокий уровень заболеваемости этой болезнью. В Москву съехались представители бизнеса со всего мира. В российской столице прошел форум женского предпринимательства «Брикс». На него приехали больше 300 делегатов из 30 стран. На полях форума женщины обсудили развитие партнерства и обменялись опытом. Подписано 10 межгосударственных соглашений о сотрудничестве. Они должны придать импульс развитию женского предпринимательства на пространстве, который охватывает почти половину мирового населения. На форуме также объявили о запуске конкурса женских стартапов. На нем отобрали лучшие бизнес-идеи с целью их последующего масштабирования на рынках стран-участниц «Брикс». Также на площадке форума прошла выставка товаров, которые производят женщины-предпринимательцы из стран «Брикс». Это одежда, украшения, посуда, элементы декора и продукты питания. «Брикс» – это треть мировой экономики и больше уже половины производства всех продовольственных товаров. Из всего многообразия женщины, к сожалению, в бизнесе представлены в размере 23%. И глобальная задача Альянса, чтобы этот процент рос, и процент женщин-предпринимателей в стран «Брикс» увеличился до 50%. Это наша глобальная задача на ближайшие 10 лет. 114 миллионов достигло число беженцев в мире. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, и он продолжает расти, заявили он. Основная причина массовых перемещений – это войны. Большинство вооруженных конфликтов приходится на страны Ближнего Востока и Африки. Большинство из них – это женщины и дети. В поисках безопасного места палестинцы перемещаются в южные и центральные районы Анклава. Туда бежали 1 миллион 700 тысяч человек с начала наземной операции на севере Анклава. Статистику озвучили в ООН. Положение беженцев осложняет продовольственный кризис. С начала мая поток гуманитарной помощи в газу сократился почти на 70%. Поставки ограничивают закрытие основного контрольно-пропускного пункта Рафах. Ближнее Восточное агентство ООН запросило у международного сообщества пожертвование на сумму миллиарда 200 миллионов долларов для палестинских беженцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова